МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Многие выпускники средней школы номер 25 помнят преподавателя черчения и рисования Александра Арсеньевича Фисюка. Это талантливый художник. Вел из-за студии во Дворце культуры имени Шевченко. Но талантливый человек, талантлив во всем. Он также был председателем литературного объединения меритопольских поэтов. Прекрасный поэт, который написал много интересных стихов. Об этом человеке сегодня и пойдет рассказ. С холста снимал я красочную кожу, и обновлению не было конца. И зритель, критик мой, судил, похоже, еще точнее, чем слепок смертвица. А мой двойник судил меня построже, внимая стройной простоте творца. Ты знай, художнику всего дороже, чтоб говорить от своего лица. Палитру от привычного очистить, благословить полет свободной кисти над девственной упругостью холста. Дано мне и немало, и немного. Довольно ли? Прошу еще у Бога, что проделась из грязи красота. Творчество художника Начинается со знакомства с натурой, с природой. Если художник не обращается к природе, то, может быть, и прямо сказать, никакого творчества нельзя ожидать от него. Значит, творчество начинается с общения с природой. Будет это литературное творчество, или творчество живописное, творчество художника-живописца начинается с природы. Этюд. Этюд – это первое впечатление художника от природы. Первое впечатление. Ну, для того, чтобы написать картину, даже самый пейзаж, самый простой, который художник создает, создает, надо написать не один этюд. Не один этюд. Ну, вот это картина моя, Чайковский. Я очень люблю этого композитора. И для того, чтобы его изобразить на своей картине, я выполнил несколько этюдов, этюдов головы, изучил его творчество, изучил его переписку с меценатом, или как можно назвать, меценатшей, фон Мек, богатой такой женщине, богатой жене одного железнодорожного магната русского, фон Мек. Она все время помогала ему. Вот. Читал я эту переписку. Читал, значит, знаю его музыку, симфонии его, романсы. Вот. Знаю и очень люблю. И вот есть у него такая такая маленькая песка «Осенняя песня». И вот «Осенняя песня» так вот в основе этой картины. Но вы, я смотрю, очень любите рисовать цветы. Вот с чем связана у вас такая любовь к цветам? Ну, общение с природой не может быть без цветов. Ну, правда ли? Если, скажем, вы не пишете пейзажа, не пишете, то цветы вас роднят все равно с природой. Не так ли? «Осенняя песня» «Осенkilальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальальаль Играет музыка Я должен вам сказать, что я работаю очень быстро. Такой у меня темперамент художника. Работаю быстро. И работ написано очень много. Много работ подарено различным музеям, много работ продано. В Москве, например, наезжая в Москву, я продал около 300 своих работ. Встречался с иностранцами. Они покупали мои работы. И я продал и нашим соотечественникам, и иностранцам около 300 своих работ. Вот. Работ много, я не знаю. Только вот на моё 80-летие было выставлено на выставке 80 работ, крупных работ. Натюрморты, портреты, пейзажи. Вот. Но вообще-то, конечно, я даже не могу сосчитать сколько. Александр Артемьевич считает, что непосредственное восприятие – самое драгоценное свойство художника. И что смотреть на мир, жизнь, природу надо без всякого предубеждения, забывая обо всех существующих в живописи законах. Александр Артемьевич никогда не соглашается с тем, что искусство – лишь копия действительности, в какой бы изобразительной и живописной системе она не закреплялась. И как истинный живописец считает, что глаз и зрительное восприятие являются основным инструментом познания этой действительности. Он говорит, я художник, отражая то, что вижу. Но он не удовлетворяется только этим. Ибо если это совершается без активной мысли и чувства, то это уже не искусство. И добавляет в дальнейшем. Художник не должен довольствоваться внешним видом предметов, а должен стараться вникнуть в их сущность. Я стремлюсь характеризовать вещи, найти между ними связь, жизнь, и затем изобразить это посредством соответствующих форм и цветов. Мелитопольским Шишкиным называли замечательного художника Василия Петровича Киселева. Много лет он отдал работе в детской художественной школе, а уйдя на пенсию работал художником в Мелитопольском краеведческом музее. Мелитопольском краеведческом музее. Чарующие дали Киселева символизируют глубину пространства. Они насыщены призывом к странствию, волшебные просторы родной природы. В ряде его пейзажей переданы ощущения трепетности и взволнованности природы, напоминающие шишкинские настроения. В этих пейзажах прочитывается стремление художника к живому восприятию натуры. В эвакуировании А вы помните свои самые первые работы? Вы всегда рисовали пейзажи? Всегда. Вот вы знаете, если бы вы сказали, я бы сейчас где-то у меня сохранился даже альбом, когда я в седьмой класс ходил. Все время я рисовал пейзажи. Единственное, что попробовал процесс, отец был с первого дня на фронте, с фотографий решил нарисовать портрет отца. Вот это динственное. А потом как-то так, все время пейзажи, пейзажи. А уже, конечно, когда я учил, то там уже программа требовала портреты. Но я сейчас сожалею о том, что оно было параллельно. И портретом заниматься, и пейзажем. А сейчас все первое. Ну а почему все-таки вы рисуете природу? Что вас наталкивает? Вот я не знаю. Вы знаете, я не могу даже вам сказать. Вот, ну как, я вот посмотрю на красивый закат, на красивый, даже на красивый стебелек. Вот у меня вот это хочется, я вот изобретаю, хочется вот показать. Побуждает, да, в какой-то стебелке? Да, да, да. И особенно вот это моя жена с Брянщины. Ну, и там я служил в последние годы, и тянет меня это природу. Вот почему и пейзажи-то у меня больше такие. И когда я был студентом, потому что все в каникулы, все мы там, по два месяца, по полтора этапа. Ну, вот так вот. А вот я смотрю, у вас очень много картин, где вы рисуете зиму. Это ваше, наверное, любимое время года, или почему? Ну как, мне нравится все. Ну, в основном, да. В основном, да. Почему? Потому что, понимаете, в этих пейзажах зимних как-то вот можно больше провести себя. Вот, я не знаю, конечно, кто я по натуре. Я не обращался никогда к психиатру, ничего. Но вот я чувствую, что вот я такой, ну, вот меня слетянут нежность, вот тона такие были нежные. Там же в зиме больше преобладает белого-белое, а это очень трудно. Чтобы в белом показать и форму, и пейзаж, то есть в пейзажах, и в пейзажах. Это очень трудно. Там надо очень тонко чувствовать вот этот свет. Поэтому, может быть, и поэтам и тянет на большее. А вот и пейзаж уже вот это в последнее время просит. Вот такое-то, такое-то яркое солнце, яркое. Вот так. А я так больше, мне когда мягкий свет, мягкое, все-то так, больше так. Может быть, поэт. Ну, а как часто вы выставляетесь в последнее время? И где? В последнее время, ну, как, ну, приглашают. Вот единственное, что вот это, меня в этом раз не было, вот день города был, да, приглашали, а я не мог. А так, как приглашают, так всегда. Вот сейчас уже у нас открывается картина на галереи, это с имени Циклера. То есть там тоже можно посмотреть на ваши работы? Да, да, можно посмотреть. Ну, две работы я подарил уже. Музею, да? Да, свои работы подарил. Ну, а сейчас последняя выставка, это была Дню Победы, посвященная. Я участвовал в двух, две картины было, и одна осталась там, она как раз по теме. Это осталось там, ну, я думаю, вот пока Алексей Николаевич не спрашивает у меня, я думаю, оставит там, если вы, если им понравится. А вот вы рисуете в такой реалистической манере, а как вы относитесь к новым направлениям в искусстве? Вы знаете, я вообще к художникам в любом направлении отношусь доброжелательно. Почему? Я считаю так, что я не могу стать Шишкиным, я не могу стать другим художником, я хочу быть со мной. Почему человек, если он, вот он хочет так, вот ты все хочешь, почему мы говорим, что это плохо? Нет, но вот понимать их, некоторые мне нравятся, они, которые мне нравятся, естественно, и хотя бы эти тоже реалистические тоже могут кому-то нравиться, кому-то нет. Ну, так я доброжелательно отношусь, но чтобы и так, надо понимать, вы понимаете, надо понимать. Василий Киселев приносит в пейзаж чувство меры и красоты. Он упорядочивает его формы, подчиняя законам гармонии. Отсюда становится понятным образная ясность его пейзажей, четкость построения композиционного и колористического решения. Мало композиционно организовать картину, говорит Василий Петрович, главное добиться в пейзаже, чтобы все было цельно, все соответствовало своим местам, главное увидеть общий тон, общую светосилу, выражающую конкретное состояние природы. Василий Киселев Василий Киселев очень увлеченный человек и очень творческая личность. Он постоянно находится в творческом поиске. И даже в то время, которое он посвящает своей семье и своим любимым внучкам, находясь на даче и занимаясь обычными домашними делами, он ищет, находит и вынашивает новые образы для своих будущих картин. Наверное, поэтому художник работает очень плодотворно, и из-под его кисти выходят все новые и новые работы, которые, возможно, очень скоро украсят стены и вашего дома. На сегодня очередной выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok